Евангелие от Матфея 5 глава «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и вербную одежду. И кто принудит тебя идти с ним, одно поприще, иди с ним два». Аминь. Давайте вот помолимся. Ну, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебе, Господь, за эту возможность еще раз собраться во имя нашего Господа, за обещание, что Ты среди нас, за обещание, что это служение, то, что мы делаем, нечетно перед Тобою. Если мы делаем это для Тебя, и, Господь, с верою, Господь, мы уповаем на Твои обещания, мы не уповаем на себя, на наш разум, на наши чувства или подобные. Господь, мы уповаем на Тебя, и, Господь, молюсь, чтобы Ты здесь влиял на нас, чтобы Ты здесь работал в нас. Направляй нас туда, куда нам надо. Исправляй то, что не то в нас. И, Господь, молюсь, чтобы Ты дал благодать, свободу, проповедовать сегодня. Благодарю за эти возможности здесь сегодня. Господь, еще молимся за Украину, особенно здесь Одесса, чтобы Ты держал дверь открыта для благовествования Евангелия Иисуса Христа, и чтобы она достигла до сердца людей. Ну, дай нам, Господь, еще время здесь служить Тебе. И, Господь, молюсь, чтобы сегодня вечером, чтобы Ты сделал именно то, что Ты хочешь. И, Господь, чтобы Ты прославился в этом. Мы это все молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну, хорошо. Здесь эта часть Писания называется Нагорная проповедь. И многие, те, которые вот такие верующие, они совсем непорядочные, им нравится цитировать именно на эту Нагорную проповедь, пытаются жить по ней, потому что здесь как раз было, как мы называем, конституция царства. То есть, тебе надо обращать внимание на то, что все либералы, все, что даже, как называются, христианские коммунисты, если есть подобного, многие, даже враги и христианство цитируют эту Нагорную проповедь. Им нравится вот такая религия, такая религия больше им подходит. Но то, что здесь не имеет в виду, и о том, что не идет речь, это о том, что Иисус Христос пришел, чтобы спасать нас. Евангелия здесь нет. То есть, здесь Иисус Христос, это Евангелие от Матфея, здесь представляет Иисуса Христа как царь еврейский. И поэтому Он пришел именно как царь, и Он предлагает это царство, царство небесное. И это было временное такое положение. И сейчас этот, пока этой возможности сейчас нет. Правит этот мир сатана сейчас. Конечно, больше всех всего это наш Господь Бог. И он не может, и сатана не может сделать ничего большего, чем разрешается ему. Но Бог уже нам сказал заранее, как кончится вот это все. А не страшно, что творится сегодня. Уже говорят, что уже насчет этот микрочип. Правая рука или вот здесь уже патенты уже есть, уже добро на человеческое пользование. И уже рекламы, уже рекламируют, что вот насколько это хорошая штука. Говорят, что есть, как будто есть люди, которые хотят, чтобы у каждого человека было такое даже через два года в Америке. Каким-то образом говорят, что это было включено в это законодательство. Вбили вот этот закон, который Обама насчет нашей медицинской системы. Переобрабатывает, так что я только что видел. Уже обсуждают, уже если ты хочешь купить акции в этом компании. Наверное, если ты любишь зарабатывать деньги, если у тебя есть пара тысяч долларов лежат, можно туда вложить в этом деле. И можно, наверное, хороший прибыл будет. Это шутка, но это не шутка. Мы уже читали конец этой книги. Слава Богу, Иисус Христос, это будет его держава. Но сейчас не то. Он пришел, сказал им, какой род или вид царства, и, конечно, они не приняли. Но когда он пришел и сказал вот эти слова, эти слова были вообще как фантастика. Это было что-то новое. Никто не слышал, чтобы какой-то там религиозный руководитель говорил именно вот так. Потому что фарисеи всегда цитировали вот этот закон. Око за око, жизнь за жизнь, глаз за глазом. То есть они именно привыкли вот к этому. А то, что Иисус Христос учил, это было кое-что новое. То есть мы понимаем, что это невозможно зарабатывать спасение. Нельзя даже и стараться. Мы понимаем, что это по благодати Божьей, без дел. Аминь. Извините. Но то, что Иисус Христос здесь сказал, она действована, она хорошо применяется. И было бы хорошо, если здесь сегодня, если верующие жили по этим словам. То есть в религии говорит кучек. То делай, и то нельзя. Сделай это. Тебе надо этот пост на 40 дней. Тебе надо собраться по кладбищам. Тебе надо посвящать ваши там яблочки. Яблочки или там дальше. Тебе надо посвятить ваш дом. Тебе надо и машину. Тебе надо одевать вот именно такие сережки. Или вот тебе надо вот так сделать. Делай так. Не делай то. Сделай то. И всегда есть кто-то, который стоит рядышком, который пытается тебе наставлять. Да? Они вмешиваются, навязывают людей. Извини, это Украина. Украина здесь, это свободная. Это пока не тоталитарное православное какое-то там государство. Аминь. Я знаю, что они очень желают. Они бы хотели порабощать умах и совести людей, чтобы все поклонялись именно так, как они говорят, как мусульмане. Но извини, дорогой, это у тебя еще не дастся. Господь тебе не дал. Смирись. Аминь. Вот. То, что Иисус Христос учил, это хорошо. И нам надо с вами, братья и сестры, учиться от Него. Религия – это не просто список много чего, что делай это и не сделай другое. Это был первый раз в их жизни, когда они слышали подобного. И эти слова возбуждают нас быть такими, которые, ну, не совсем легко быть такими. Вот. Это против нас. Поступать именно так, как Он здесь сказал, это не во мне просто естественно так быть. Согласны? Это не во мне. Не хочу. Только что, недели назад, две недели назад, была эта Пасха, возбуждает людям быть такими, которые они не смогли быть. Почему? Они не спасенные. Но Христос сказал, что без меня у тебя ничего не получается, не совершится. Так что, вот, нам нужна Божья благодать, чтобы быть вот такими. Но здесь вот эти слова. Он сказал, вы слышали, что сказано око за око. Мы говорим с вами, аминь, это справедливо. Он мне вредил, у меня ущерб, тогда значит, что он тоже должен переживать, он должен испытать, ну, такое же. Да? Это, что мы называем справедливо. А Христос говорит, а я говорю вам. То есть, здесь что-то новое. Не протився злому. Что? Каким образом? Что это значит вообще? Но кто ударит тебя в правую щейку твою, обрати к нему и другую. Шоку. О, шоку. Обама засмехался на это. Когда наш президент, американская, когда у нас есть гражданство, жаль, что верующие перестали читать Библию. Это жаль, что вот американские верующие тоже не читают именно Слово Божие. У них есть уже куча другие переводы, и они не от этих самых тех же манускриптов, от которых наша Библия, Карла Якова. Это извращенные такие тексты. Не говорят одно и то же. Ты зря будешь искать именно 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. Он нету, не существует в ихней Библии. И куча других слов. Они всегда унижают, убирают. Вот именно, если там написано Господь Иисус Христос, это его наполнение. Господь Иисус Христос. Они всегда Иисус или Христос. Есть куча людей, которые живут в Испании, в Мексике, их называется Иисус. Иисус! Да, хороший, крутой парень. Харизматы сегодня любят Иисус, Иисус. Нет, его полное имя Господь Иисус Христос. Эти новые переводы всегда унижают. Они убирают кровь. Оправданные вот последствием кровью. Они просто выпрощены. Вот такие вещи. Эти новые переводы. Жалко, что американцы уже перестали читать Слово Божие. Отступничество вот попало. И поэтому они не могут отвечать вопросам людей. И когда дело дошло до этого, хотят, чтобы мы были более христианские, более законопослушные, более библиопослушные народы, Обама на это засмехался. И сказал, вот какая часть из Библии ты хочешь править наш народ? С этим? Ты хочешь именно, чтобы наши военные поступили вот так? Здесь вообще речь не идет об этом. Здесь касаются личные обиды. Личные. Библия дает меч в руках. Бог дает меч в руках правительства. Ведь Бог был тот, который разрешил и дал человеку способность руководить себя. Аминь. Власть от Бога. Это не значит, что он дал специально тот тиран. И мы должны вот именно делать абсолютно все, что этот тиран говорит. Это только значит, что вот Бог дал нам это учреждение, называется правительство. И если царь, президент, как кесарь или фарон, какая разница, если он говорит, не поклоняйся Богу, наше дело противится. Аминь. Это то, что Библия преподает. Вот. Ну, о чем здесь идет речь? Личные обиды. И он говорит, а я говорю вам, то есть это что-то новое. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. То есть и еще дальше, и еще и больше. И кто принудит тебя, идти с ним одно поприще, иди с ним два. Говорят, что поприще – это тысяча шагов. Тысяча шагов. Это было вот, ну, Персидская империя. Если вы заметили, что когда Исфир, в книге Исфира, когда царь сказал, что я хочу, чтобы это было записано, этот закон, чтобы они перевели и было послано на эти 120 разных стран. У них была новая система, то есть почты. Раньше не было почты, так как у нас. У нас нету этой новой почты. У нас есть Интайм. А раньше этого не было. Раньше это было вообще что-то, если ты хотел куда-то или что-то послать. Поэтому здесь вот такое Персидская империя была самая первая. И царь давал их, как называемые, почтальоны. Они смогли на их лошадь начать путешествие. Но когда уже лошадь, уже больше не хочет, он имел право от царя самое первое взять или поменять. Принудить человек. Это либо корабль, или это была колесница, это было вот лошади. Или если человек попал на такую хозяину, у него было несколько, он имел право взять самое первое, самое наилучшее, самое любимое даже лошадь. И когда римляне пришли к властью, они взяли вот этот закон и даже и более сурово его сделали. Так что люди очень ненавидели этот. Очень не понравилось вот что любой момент, когда они видели какой-то там чиновник, любой чиновник, они всегда убежали, они всегда не хотели навстречу, потому что этот человек имел право взять то, что у тебя. И ты не имел власть противиться. А Иисус Христов об этом говорит здесь. И он говорит, что вот, нам надо двойное поприще идти. Нам надо делать больше, чем от нас ожидается. Вот. Мы как раз, мы верующие. братья и сестры, я уверен, что это держало внимание учеников в то время. Когда он сказал эти слова, эти слова были почти скандальные. Это было как революция, это было что-то, которое вообще было новое. И вот, нам нужны, братья и сестры, подобные верующие, которые готовы именно так жить. Говорят, что Мауди этот образ христианства, который редко мы видим, он этого называл христианство по второе поприще. Можно так? Да? Христианство по второе поприще. То есть, есть обычные верующие. Если ты говоришь с людьми сегодня слово христианин, это вообще что-то значит? Серьезно, я тебе спрошу. Имеет какое-то значение здесь это имя? То есть, что это значит вообще? То есть, если есть спор, человек говорил, вот, он христианин, он христианка, а, ну тогда все, они не смогли обмануть. Это не может быть он, потому что он не смог воровать. Это вообще не тот, который я видел пьяный. Почему? христианин. Нет, а кто покупает здесь алкоголь? Кто этот мистер Твистер вот играет? Да? Кто покупает сигареты, порнографии, рок-н-ролл и всякая в виде извращенная музыка? Кто это все покупает? Те, которые называют себя христиане. Так что это, о котором мы говорим, это особый вид, это христианство на самом деле. Это христианство по второе поприще. Это те, которые действительно ученики Иисуса Христа. Вот. Мы всегда думаем, что вот, если человек, братья и сестры, эти печальные дни, в которых мы живем. Серьезно. Это вообще, если человек только спасся и начинает посещать собрание, это уже вау! Это уже когда мы говорим, что человек уже посещает собрание хоть один раз в неделю и даже мы ликуем, если раз в месяц, это уже наше. Мы не говорим, что он дает десятину или нет, читает Библию или нет, или молится. Даже если человек уже сегодня, если христианин уже раздает трактаты, он уже предан фанатизм. Это вообще. Это должно быть норма для верующих людей. Это только как детский сад, это норма. Мы радуемся, когда есть немножко то, что нормально, это ненормально сегодня. Бог говорит, что то, что хорошо для вас, это недостаточно. То, что ты считаешь нормой, Бог говорит, это мало. Аминь. Бог говорит, нам надо, чтобы ты пошел именно на второе поприще. Это Бог тот, который заповедует такое, и Христос тот, который способствует. Потому что это не в нас. Я сразу говорю тебе, что это не во мне. это не во мне. Это нелегко. Так что Бог хочет, чтобы ты дал себя. Я хочу сегодня четырех сферок. Он хочет, чтобы ты отдал себя в этих сферок, и чтобы ты пошел на второе поприще. Первое, хочу, чтобы вы прошли на второе поприще своих домах. начинается дома. Статистики говорят, что мы потеряем 70% наших детей, молодежи. То есть они здесь на Божьем собрании на малое время. На малое время мы можем их умолять, мы можем устроить для них всякие виды молодежной конференции, лагеряк, мы можем им отдать место, где они могут собраться, но все равно почему-то молодежь уходит. Они уходят от Иисуса Христа. Они уходят от чтения Библии. Они уходят от этого все. Почему? Ну, я не могу говорить лавсек, я не говорю, что это шаблон лавсек, но я бы сказал, что большой такой ролл здесь играет лицемерие. лицемерие от родителей. То есть, это невозможно просто быть верующим человеком только по воскресеньям. Детки эти, они это все видят, и они скоро или позже, когда они маленькие вот такие, они не обращают внимания, это норма, это то, что мы делаем. Но когда они начинаются думать, формулируется вот их несовость, их личность, их характер, лицемерие, они жаждут именно то, что настоящее. Они жаждут, чтобы жили люди из, как сказать, по их принципам. когда они видят, что верующие на воскресенье вот такие, и на понедельник, вторник, среда, четверть, пятница, суббота, совсем другие, когда они видят какой-то там страшный грешник, хотя бы он перед всем, и то, что ты видишь, это то, что есть, и больше ничего нет. Они жаждут что-то настоящее. Аминь. Поэтому нам ты говоришь, как? Это сложно. Как мне быть? Я не понимаю, как мне быть? Я тоже не... Это не во мне? Но я знаю, что с Богом все возможно. Во-первых, Библия говорит, что вот жены подсчитают, надо повиноваться мужа. Это то, что говорит Библия. Сестры, сестры, это не мое мнение, это не официальная позиция нашей церкви, это заповедь Иисуса Христа. Там написано, если я не ошибаюсь, во всем богодух навленные слова, во всем. Очень тихо сегодня. Всегда есть такие сестры, но я умнее, я могу, я более образованная, я более талантливая, я могу, вот он не сможет, он не хочет, и мы дошли до такого взаимного понимания, я буду руководить дом, а он будет зарабатывать деньги. Я распоряжаю все остальное от меня. Его дело просто зарабатывать деньги, а все остальное я. И даже есть вот такие мужчины, которые соглашаются, да, да, давай, дай мне пульт. Да, работает, пришел домой, дай мне пульт, и все, и пиво, пульт и пиво. Но извини, даже если он согласен с этим, извините, но у него нет авторитет тебе давать такую привилегию. Он не имеет права, он не здесь законодатель, Иисус Христос Господь, и он говорит, повинуйтесь во всем. Я понимаю, что это он имеет ввиду, что то, что греховно, то, что против Бога, мы это все прекрасно понимаем, что по приоритетам Бог. Мы будем на собрании, мы будем читать Библию, мы будем молиться, человек не имеет права. Мы это прекрасно понимаем, но мы здесь говорим о такие вещи, что в наших домах нам надо быть такие сестры, которые живут христианской жизнью, дома. А теперь, братья, женщины первые, да? любите свою невесту, как Христос любил церковь и отдал себе за нее. Это значит, что вот когда именно тянется, когда именно зовет, умаляет тебя этот пульт, если она говорит, что здесь не работают окна, что это значит? Тебе надо отдать себя, тебе надо жертвовать время, энергии, деньги, когда тебе неудобно, чтобы у нее было что-то хорошо дома. Дай ее хоть что-то, где можно помыть посудой. Больше, чем какое-то там ведро, которое ты нашел там на улице. Дай ей губку или мыл, дай ей что-то, пол нормальный, аминь, вода, которая течет, аминь, обеспечивая, тебе надо, да, тебе надо работать, чтобы ей было хорошо, помогите друг другу, служить друг другу, и все будет хорошо, отдай себе, то есть нам надо, чтобы верующие были вот такие дома, и одна проблема, почему у нас такая, такие статистики, почему молодежь, они говорят, что я не хочу, что мамы с папой, они постоянно враждуются, они постоянно спорятся о деньгах, о посудах, о работе, о деньгах, здесь, а то, и они постоянно руганят, постоянно, вообще мира нету в нашем доме, и поэтому детки, они просто уходят, почему, потому что родители не идут на второе поприще, не служат друг другу, не прощают друг другу, вот, так что, вот, я прекрасно знаю, как это все, как это все чувствуется, очень часто, вот, есть такие, я чуть-чуть старше в служении, и, слава Богу, уже нашел немножечко золотая середина, но было время, когда служение было вот здесь, и семья была здесь, я помню, когда моя жена сказала, пожалуйста, ты можешь найти немножечко времени для нас, я помню, я помню, потому что действительно было так, я больше времени с проповедником провел время, чем своих детей, у меня вообще, даже, я могу, я смотрю на фотографии с того времени, я говорю, я не помню, потому что я там не был, я не помню, потому что я там не был, а эта часть их жизни, я не помню, потому что я был занят по Божьей работе. Иногда, братья и сестры, нам надо искать этот баланс, как сказать, приоритеты никогда не противоречить друг другу. Понимаете? Если ты слишком занят, чтобы служить Господь, или чтобы ухаживать за свою семью, ты слишком занят, что-то занимает твое сердце и ум, которое не должно заниматься. Противоречие не конфликтирует, не противоречит, извините, приоритеты не противоречатся. Так что, нам надо отдать себя в наших домах. дальше, дальше, нам надо понять, что братья и сестры, бабушки, дедушки, мамы, папы, родители, вам надо понять, что вы можете творить в ваших домах такие сюрпризы, такие подарки. Воскресная школа не может, как сказать, исправлять эти ошибки, эти проблемы. Один час на как сказать, с пастором никак и не получается просто отремонтировать такую поломку. Вы понимаете? Вам надо понять, что есть такие проблемы, которые деньги никогда не может исправить. Вот эти проблемы. А такого рода христианство может. Аминь. Второе. Нам надо быть именно такие верующие готовы на работе. Откройте, пожалуйста, Колоссянам, 3 глава. Колоссянам, 3 глава. И 17 стих. И все, что вы делаете словом или делом. Очень много помещается под этим зонтником. Аминь. Это такое подневес. Все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вот. Вот подневес. Смотрите, пожалуйста, дальше, на 23 стих. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа и не для человеков. Так что у тебя плохой хозяин, не очень хорошая работа, сотрудники вообще не такие, зарплата не такая, вот как сказать, обстоятельства вообще не такие, условия никакие, делаете и Библия учит верующие, чтобы мы делали это как на Господа. Человек может тебе обвинить, что ты христианин? Если он пошел на работу и спросил сотрудниками. Они знают? Чисто по работе вашей? Не знаю. Было время, когда законодатель или работодатели искали верующих. Было время, когда именно они хотели, чтобы нанимать верующие люди, потому что знали, что не будет воробства, человек появится вовремя, будет усердно работать, он будет делать больше, чем ожидается, он будет смиренным, он будет кротким, он не будет сплетен, он не будет заниматься, не будет скандалом, он будет трезвым. Уже сейчас говорят, что в Америке такая рабочая труд, если ты вообще появляешься по понедельникам трезвым, это уже что-то, это уже хорошее, говорят, вот, все получили зарплату пятницу и гуляют, всю ночь уже пятницу, целый день суббота, воскресенье, и головная боль по понедельнику, не могут работать. Кошмар. Было время, когда они хотели именно верующие, а сейчас я знаю много людей, которые говорят, ты знаешь, я бы хотел нанимать верующие, но не хочу именно эти братья. Именно те, которые именно считают, что вот да, хороший брат, мы братья, да, да, мы братья. Ой, начинается. У тебя есть, у меня нет, давайте, ты понимаешь, у меня свои проблемы, надо сострадаться вместе с вами, аминь, надо поделиться, аминь, то есть прощайте, ты обязан простить, да, вот такие верующие, так что уже есть такие, которые говорят, лучше найти себе неспасенные, чтобы не было подобных конфликтов. Это жал и это стиль. Говорят, что был такой человек, называли его рыжий, просто по волосам, рыжий называли его, и он, у него была проблема с говорением, он как называется, как заикание, он не хорошо говорил, но он привел много людей ко Христу, а у тебя какие вмешательства? И один раз вот пастор спросил, ну, сколько людей здесь на собрании, вы именно спаслись благодаря свидетельству этого человека, и сказали, что почти десять людей посещали собрание, стали верующими, именно благодаря его свидетельству, и он не смог хорошо говорить, не смог хорошо свидетельствовать, не объяснить Евангелие так хорошо, ты знаешь, что он спросил, почему, они сказали, что вот, на работу, никто не работает, так как этот рыжий, он делал работу четырех человеков, и он всегда говорил, что я работаю для своего Господа, не на зарплату, не на пенсию, он работаю для Господа, сказали, что вот, был такой пьяный человек, и пьяный человек попал на собрание, хотел спасаться, он не знал, как молиться, он не знал, что сказать, не знал, что делать даже, он просто пришел вперед, и сказал, и пал на колени, и молился, и сказал, что вот, я хочу быть, как этот, забыл, как его зовут, но Бог, сделай меня, чтобы я был подобным вот этого, ну, Бог, этого Саша, вот это было его покаяние, это вот было его спасение, настолько хорошо было свидетельство этого человека, что человек просто не знал, как молиться, не знал, что, но он просто знал, что я хочу иметь то, что у него, аминь, нам надо быть такими, третье, верующие по второе поприще, нам надо быть такими вот в наших отношениях, откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 12 глава, 12 глава, и 10 стих, будьте браты любивые друг к другу, с нежностью и в почтительности друг друга предупреждайте, и у вас здесь слово предупреждайте, у кого-то есть этот Карл Яков, это сестра Ира нету, послание послание к римлянам, 12 глава и 10 стих а украинская что там, там предупреждаете или или как это любите винов брать и любого вы поражаете всылаете на него первые да как там на Карл Якова брать будьте добродушны друг к другу с братской любовью и почтительности оказывает предпочтение друзей вот здесь вот такой смысл то есть когда говорят что вот ты так хорошо то есть работаешь или играешь на пианино и тоже то есть вы даете другие первое место конкуренции в этом мира за это первое место это страшно все хотят быть самые самые показать что они самые самые и даже если ты был таким вот у нас брат только что слава богу у нас вот верующие которые занимают первое место брат был на соревновании или конкуренции или какой-то там водительской он занимал первое место слава богу у нас хорошие слава богу ну всегда когда подобное получится и люди начинают хвалить тебе ой ты такой молодец ты вообще умеешь там всегда надо слава богу слава богу слава богу я благодарен за такие братья сестры в спорте всегда всегда вселают всегда говорят вот маленький доме хоть что-то чтобы голова не стала вот такая как все остальные которые верят что они самые самые нам нам надо чтобы мы были подобны в наших отношениях философия сегодня говорит что вот тебе надо заботиться ухаживать за номер один то есть ты божия философия ухаживая за других и бог будет ухаживать за тебя может быть мне надо повторить это понятно вот ну вот давайте дальше у нас уже мало времени напоследок и самое трудное нам надо быть подобны верующими с врагами нашими это то что не во мне это тяжело у каждого есть какие-то там враги каким-то образом есть враги которые бы ну мы говорим например то есть так как и есть они бы хотели тебе вредить если бы было возможности они бы тебе вредили бы у у меня нет личные такие враги у меня нет вот человек который я бы сказал что вот этот человек меня надо остерегать потому что он меня знает лично и он хочет меня лично вредить но я знаю вообще есть такие такие люди которые настолько ненавидят Божье Слово настолько ненавидят мой Спаситель Иисус Христос настолько ненавидят чем я здесь занимаюсь да я знаю что такие существуют некоторые просто есть огорчение некоторые бы хотели тебе может быть не физическая какой-то там ущерб но есть такие которые бы если смогли они бы каждый раз когда появляются возможности они бы хотели вот сплетен воспространять на тебя жизнь полна с подобными людьми которые вот именно противные они всегда почему-то возбуждают вас вот именно негативные эмоции просто неприятно быть с ними они влезут в голове и потом они как квартиранки да занимаются местом живут там не дайте им бесплатно там жить аминь есть такие люди которые постоянно 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 уже прошло 10 лет пора уже выгоняете они не платят аренду зачем ты им дашь но есть вот такие наши враги и Господь хочет чтобы вот те которые подобные в нашей жизни он хочет чтобы мы поступили с ними вот так как он сказал он сказал во первых их надо благословить у меня есть некоторые людей в моей жизни и да они меня сделали меня и мою семью и служению здесь то что несправедливо и неправильно да ущерб было да 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 но я за них молюсь я серьезно надеюсь что они преуспевают сделать что-то для Иисуса Христа я надеюсь серьезно но все равно время времени у меня есть папки я сохранил на всякий случай и это не это не на то что нет упрощения это иногда тебе надо защищать чтобы истинно была защита это не специально потому что я хочу этого делать но я знаю некоторые из них и они вредные не мешает их воспространять ложь им не мешает угрожать других людей и у меня информацию я сохранил эти имейл я сохранил их цитаты у меня все есть если меня надо именно защищать собрание защищать может быть некоторые из вас я готов не специально это не мщение это просто осторожность вот молюсь за них желаю за них всего наилучшего но правда братья и сестры есть правда не запускай то есть ложное свидетельство это значит что тебе нельзя воспространять ложное свидетельство и тоже значит что тебе надо борется за истину когда шанс появляется и даже это касается тебя иногда надо иметь мудрости иногда стоит тебе защищать себя и твою репутацию если человек хочет именно воспространять ложь иногда не стоит пусть Господь даст тебе мудрости но надо простить надо их благословить надо улыбаться когда другие люди спрашивают о них да я его знаю а ты знаешь вот такой брат да я его знаю и больше ничего не говорю но есть такие надо молиться за них я молюсь делайте добро когда есть в силе тяжело братья и сестры я прекрасно знаю что это тяжело был христианский бизнесмен его как называется соревнования то есть по бизнесу конкурент спасибо конкурент конкурент отдал ложное свидетельство о нем вот Google сейчас вообще хорошо для этого ты хочешь испортить именно бизнес или свидетельство человека именно как бизнесмен можно всегда влезть на Google и давать ваши комментарии на их услуги или бизнес какой-то и надо бороться с этим люди этим занимаются на интернет здесь было такое что был христианский бизнесмен был другой конкурент который воспространял ложь о нем вообще это был обман чтобы воровать бизнес от этого человека чтобы люди покупали от него грязный такой конкурент и этот бизнесмен настолько возбуждался с гневом что он сказал что я ему дам я вообще я ему дам я это сделаю публично я это сделаю и ты знаешь он собрался нанимать адвокат он собрался вот этого все сделать и потом когда он хотел послать вот это все чтобы все было известно его секретарка которая тоже была христианка сказала тебе нельзя он почему нельзя ты говоришь нельзя могу и буду я хочу мщение я хочу чтобы ему было плохо так как у меня было все плохо вот о чем мы говорим мщение она говорит не получается у тебя почему потому что ты христиан все знают что ты христиан и она говорит что ты знаешь я его позвонил и передал ему что да мы знаем все что ты сделал но мы тебя любим мы желаем для тебя всего наилучшего и мы молимся за тебя как авагея да вот умница умница действительно умница так что вот с нашими врагами братья и сестры да их надо любить так как христос сказал надо молиться за них надо простить надо и все остальное ну что касается личные такие обыдные амин пусть Господь даст тебе мудрость как быть с ними то есть иисус христос сказал что отдайте левую и правую шейку но когда первосвященник его ударил он не так сделал он борелся с этим немножечко он сказал что вот почему ты меня судишь по закону и не поступаешь по закону давайте чтобы мы были библейские верующие амин амин имеется ввиду здесь личные обыли время нам надо чтобы верующие имели немножко зубы ногти чтобы боролись не за свои личные дела а за божьи дела имею ввиду вот такое так что мы здесь говорим о личной образ христианства если у тебя есть такой личный враг который воспространяется сплетен никто не против сплетен пока это против тебя нам надо брать и сестры чтобы мы были такие верующие которые ходили на второе поприще вот давайте помолимся